На недельку, там дорога! Не на недельку, а почти на две. И аж до 12 мая вскоре отправятся дачники оживлять фазенды от зимней спячки. Спасибо правительству родному за долгие выходные. А организаторам за ярмарку, которую приурочили к старту нового дачного сезона. Корневая система шикарная просто. С тволиком уже здесь все сделано. Продавцы вовсю нахваливают главный товар, саженцы и всяческую рассаду. Покупателей тоже немало. Суровая зима у многих убила многолетние посадки. Приходится начинать сначала. Потому что у меня пропали. Посадили один год, не принесла. Еще посадили попробовать. Нина Яковлевна – дачница с большим стажем. Говорит, и в тяжелые 90-е, и потом, когда стало полегче, тем более сейчас, дачу бросать не собирается. Ведь это и почти бесплатный отдых, и солидный довесок к семейной продовольственной корзине. Заготовку делаю на зиму, у меня полный погреб заготовки. Это у нас компотик из яблочек, который называется «Уральская наливная». Это не кладовая опытной дачницы, а один из выставочных стендов. Народ должен видеть, как аппетитно выглядят выращенные своими руками. А то, что этих рук становится все больше – факт. И несмотря на то, что контингент ярмарки преимущественно пенсионерский, молодежь на работе, желающих припасть к земле матушки, прибавляется. А ведь недавно многие от нее нос воротили. Сейчас идет совершенно противоположный процесс. Все начинает почищать, бурьян убирать, и народ как бы снова стремится к земле. И желающих приобрести дачные участки в любом виде становится все больше и больше. Возможно, извините, кризис. Боязнь ли тяжелых дней, либо еще что-то. Но народ дачным образом жизни сегодня занимается активно. Причем интересуется не только саженцами, граблями, лопатами, но и тем, что создает уют на шестисотках. Областной Минсельхоз тем временем планирует сделать так, чтобы дачники могли совмещать приятное с полезным. И время провел, и себя обеспечил, и денежку заработал. Речь о закупках излишков садово-огородного производства. Планируется создание таких логистических центров. Но не только в Оренбурге. Мы планируем создание их по области. Их примерно должно быть порядка шести таких центров, которые будут решать эти вопросы. О том, что дачники должны иметь возможность продавать лишние яблоки и баклажаны, говорят уже лет 10. Но сегодня этот проект курирует Федеральный Минсельхоз. Глядишь, что-нибудь и получится. Виталий Дерябин, Роман Боричев. Новости дня.